Всем доброе утро! Не так давно с 16 по 20 августа в поселении Йокманд Королевство Швеции проходил 6-й Всемирный Конгресс Оленеводов, где можно было встретить не только оленеводов, а также их культуру и язык. Сегодня у нас в гостях Анатолий Анатольевич Добрянцев, первый заместитель председателя Государственного Собрания Ялтумен Республики Саха и Якутия, президент Национального Союза Оленеводов России. Доброе утро, Анатолий Анатольевич! Доброе утро! Вы поучаствовали на Конгрессе Оленеводов. Расскажите, кто являлся участниками его, сколько участников, какие страны представляли? Всемирный Конгресс Оленеводов, который проходил в Швеции, это высший орган Ассоциации Оленеводов Мира, которое создано 20 лет назад в городе Надыме, Ямало-Ненецком автономном округе. И является организацией гражданского общества коренных малочисленных народов, который проживает в 10 странах и объединяет 24 оленеводческих народов мира. И основной целью Ассоциации является профессиональные коммерческие культурные связи между оленеводческими народами мира. И через каждые 4 года созывается этот Конгресс. В 2005 году он, третий Конгресс, проходил здесь, в Якутске. И сейчас вот шестой съезд. Ну, я как приглашенный, как вновь избранный президент Союза Оленеводов России принял участие на этом Конгрессе. В Конгрессе приняло участие где-то порядка более 200 человек с 10 стран мира. Ну, наша делегация с России, это, можно сказать, где-то 120 человек. И самая, конечно, большая делегация, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну, и наша республика, где-то 25 человек приняло участие на этом всемирном Конгрессе. А какие вопросы обсуждались вот за 4 года? Ну, в основном, конечно, вопросы, приоритетные вопросы, это развитие таежного оленеводства. В целом, значит, в мире вот таежное оленеводство, это и дальневосточные регионы, значит, нашей России, некоторые сибирские регионы, плюс Китай, Монголия, ну и, конечно, в Канаде. И в скандинавских странах вот таежное оленеводство. Но особенно в нашем Сибири оно под угрозой. Под угрозой, если у нас в республике вот более успешно развивается оленеводство в Нерингринском, в Алданском, в Алёкминском районе, то тогда, как у наших соседей, например, Иркутская область, Амурская, Камчатка, Сахалин и так далее, осталось по несколько сот голов, и оно под угрозой исчезновения. Поэтому обсуждался этот вопрос, как, в общем-то, в дальнейшем развивать, значит, воссоздать вот это оленеводство. Также, значит, вопросы информационных связей, значит, распространения социальных сетей во всем мире по развитию оленеводства. Вопросы, значит, здоровья оленеводов, это развитие медицины, телемедицины, образования, организации определенных центров, значит, по исследованию оленеводов и так далее. Также вопросы, как привлечь молодежь в оленеводство, исследования, там, знания. Вопросы кочевых школ, значит, преподавания предмета оленеводства во всем мире. Также вопросы, значит, глобализации международного сотрудничества. И, конечно, вопросы сохранения оленеводческих пастбищ и биоразнообразия. Но оленеводческие народы мира – это уникальный народ, который, проживая много веков в циркумполярной тундре, значит, развивает свою уникальную оленеводческую культуру, традиции. И они именно, значит, являются представителями в этом арктической пустыне по сохранению жизни, биоразнообразия. И никто, как ни они, конечно, владеет ситуацией в арктических регионах. Но сейчас вот освоение Арктики, значит, разработка месторождения полезных ископаемых, значит, нефтегазовая промышленность. Поэтому как вот сосуществовать при таком, значит, глобализации, значит, освоении территории Арктики и так далее. Большое спасибо, Анатолий Анатольевич, что в своем плотном графике нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о Всемирном Конгрессе. Я напоминаю, что у нас в гостях был первый заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Сахай-Якотия, президент Национального союза оленеводов России. Продолжение следует...